А вот Берлин, я специально вас провёз по городу. Вы видели, что стало с Берлином? Видел. Ну и как? Ешьте. Ужасно. Что ужасно? Ужасно то, что вы, пастырь, не являетесь патриотом германской государственности. Скажите, вот то, что меня, пастыря, полгода мучают в тюрьме, это неизбежное следствие вашей государственности? В тюрьмах воспитывают заблудших. Естественно, те, кто не заблуждались, а были врагами. Те подлежат уничтожению. А вы решаете, кто перед вами прав, а кто виноват? Безусловно. Значит, вы всё знаете о каждом? Кто где ошибается, кто где не ошибается? Значит, вы всё о каждом из нас знаете? Мы знаем, чего хочет народ. Народ. А ведь народ-то состоит из людей. Значит, во имя народа вы уничтожаете людей. Кельнер! Пожалуйста, что же. Кофе. Скажите, а как часто в истории христианства уничтожались инакомыслящие по имя того, чтобы в остальной пастыре жилось лучше? Уничтожали еретиков. Хорошо. Выступая против ереси, церковь допускала насилие? Допускала. Насилие против ереси допускалось в течение восьми веков. Мы пришли к власти в 1933-м. Так что же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу, накормили немцев. Да, на силу инакомыслящих. А если вы такой убежденный противник, то не стоило ли вам больше опираться на материальное, а не на духовное? Не понял, простите. Ну, попробовали бы организовать какую-нибудь антигосударственную группу среди своих прихожан. Видите ли, если бы я начал применять против вас ваши методы, я бы невольно стал похожим на вас. Значит, если к вам придет человек. Кто придет? Какой-нибудь молодой человек из вашей паства. И скажет, святой отец, я не согласен с режимом и хочу с ним бороться. Я не стану ему мешать. Да, но он скажет, что я хочу убить Гауляйтера. А у Гауляйтера трое детей, девочки. Два годика, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите? Не знаю. А если я к вам приду и спрошу про этого молодого человека, вы мне не скажете? Вам я ничего не буду говорить. Молодец, Штирлиц. Хорошо поработали. Честно говоря, не думал. Не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами. Хорошо. Хорошо поработали, Штирлиц. Он согласился не от страха, посредничество, его естественное состояние. Он ничего не боится, ему нечего бояться. Он играет в открытую. Я бы не стал торопиться со столь категоричными выводами, Штирлиц. Устройте-ка ему хорошую проверку. В камере? Подсадить своего человека? Хорошо. Устраивайте ему хорошую проверку на свободе. Я попробую договориться с Рексфюрером, чтобы мы выпустили пастора для своих целей на какое-то время. Приемная начальника Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннера. Садитесь. Совершенно секретно. Личное дело Крюгера Фридриха Вильгельма, группенфюрера СС. Характеристика на члена НСДАП с 1929 года Крюгера Фридриха Вильгельма, группенфюрера СС. Истинный ариец, преданный фюреру. Характер нордически твердый. С друзьями ровен и общителен. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семенин. Связей порочивших его не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. Есть ли у вас какое-либо оправдание, достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер? Как-никак вы и только вы отвечали за проведение акции возмездия в Кракове, Крюгер. Вот, ознакомьтесь с рапортами о том, как не был взорван Краков. А ознакомившись, ответьте. Продолжение следует... Нет. У меня нет оправданий. И не может быть. Я солдат, война есть война. Я не жду себе никаких поблажек. Надо проанализировать провал, чтобы не повторить его впредь. Обергруппинфюрер, я понимаю, моя вина безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандарта фюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции и может подтвердить, что все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно. Какое отношение к операции имеет Штирлиц? Он из разведки Шелленберга и занимался в Кракове совсем иными вопросами. Да, я знаю, он занимался пропавшим снарядом ФАО по делу Рунги. Но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, справедливо полагая, что вернувшись, он доложит трейсфюреру или вам о том, как мы готовили операцию. Я ждал дополнительных указаний от вас, но так их и не получил. Штирлиц, входил в состав лиц, подлежавших ознакомлению с этой операцией? Этого я не знаю. Продолжение следует...